Поездка премьер-министра в Жамбылскую область оказалась полезной и эффективной для аграриев и предприятий. Тут были подняты самые актуальные для региона вопросы, такие как водоснабжение хозяйства и развитие химической отрасли. О чем говорили фермеры со Смаиловым и чего лишена Жамбылская область, узнаем в следующем сюжете. Говорили аграрии Жамбылской области на встрече с премьером о многом. Это и сельхозтехника, удобрение, вода для полива и многое другое. Все свои проблемные вопросы фермеры высказывали Смаилову, пользуясь случаем. Тут премьер сообщил, что им возместят потери из-за засухи. Это произойдет за счет объявлений ЧАЭС регионального масштаба и выделит средства из резерва правительства. По плану до конца сентября будут полностью произведены все расчеты и выделены соответствующие средства. Также мы ускоряем вопрос выделения средств из-за республиканского бюджета на субсидии и их своевременные выплаты. Эта работа находится на контроле главы государства. Один из главных вопросов волнующих аграриев – это субсидии. Мы уже получаем 50% субсидий. Вот если бы вы добавили 30% из областного бюджета, было бы хорошо. А еще рассматривается возможность увеличения доли возмещения затрат аграриев на бурение скважин с текущих 50% до 80%. К слову, всего за несколько лет 385 хозяйствам оказана поддержка на 5 миллиардов тенге. Во внимание нуждаются и проекты по возведению оросительных каналов и дренажных систем. Например, канал Синькибай протяженностью 21,8 километра обеспечит он водой 4000 гектар поливных земель. И вообще водообеспечение является одним из самых актуальных вопросов в регионе. В связи с этим была утверждена правительством дорожная карта. Теперь было выделено Европейским банком развития, реконструкции и развития денежные средства 340 тысяч евро безвозмездно на проведение технико-экономической исследований и технико-экономического обоснования. Из 367 сел области только 285 обеспечены питьевой водой. Пример высказался о необходимости использования современных влагосберегающих технологий, модернизации сооружений и есть еще одна проблема в регионе. Оказалось, Тарас единственный город, в котором нет и канализационно-очистного сооружения. С ростом населения растет и объем сточных вод, а поля фильтрации находятся в плохом состоянии. Проектная мощность 43 тысячи кубометров в сутки, в реальности поступает около 80 тысяч кубов. В городе нет очистных сооружений. Это становится главной проблемой, так как может привести к загрязнению речных и подземных вод. Акимат проводит соответствующую работу по новым очистным сооружениям, планируемая мощность которых составит 100 тысяч кубометров в сутки. Реализацию проекта следует начать как можно скорее. Скоро в экономике появится крупнохимический комплекс «Новые инвестпроекты» так нужной области экономики в целом. Это покроет потребности в минеральных удобрениях, но и не менее важным является вопрос медицины. Например, онкоцентр, оснащенный всем необходимым для жителей. Проводится лучевая терапия, химиотерапия, хирургическое лечение больных, плюс еще комбинированная терапия. Также здесь на 200 коек рассчитан коечный фонд, плюс еще 55 коек дневного соционара. Пациенты могут получать в дневном соционаре свое лечение и, соответственно, после этого идти домой. На данный момент больница полностью сдана в эксплуатацию. И еще вишенка на торте в региональной экономике ведет строительство первого в республике завода по производству кальцинированной соды. Он заработает в 2025 году, а производственная мощность будет 500 тысяч тонн продукции ежегодно. С дальнейшим увеличением до 1,2 миллиона тонн. Уже подведены линии электропередачи, планируется проложить водопровод и железную дорогу. Продолжение следует...